Всем привет! С вами Нинель. После того, как я приготовила трюфель, вот меня поправили, я неправильное название написала и говорила неправильно. Хотя вот я привыкла, говорит, трюфель, она, наверное, меня уже не переделась. Буду путаться. Но постараюсь вспоминать это замечание. Спасибо, девчонки. Иногда, знаете, вот неправильно привыкаешь произносить и по жизни неграмотная. Вот. И коротенькое видео сделаю. Просто, значит, Дейзи, тебе привет. Не знаю, примешь ты его или нет. Но благодаря тебе, твоей ссылке о магазине, значит, я вот кое-что приобрела. Хочу сказать, что эта сеть магазинов, которых ты мне написала, они только во Флориде. У нас их нет, к сожалению. Больше нигде в Америке, не только во Флориде. Но мы сегодня ездили в Майклс, потому что Джей все ищет какую-то фигню, чтобы, значит, сохранить мою вот эту печенюшку одну оставшуюся, где было написано для Джея от Нинейль с любовью. Он ее не ест, а хочет ее чуть ли там не в рамочку. Какую-то акриловую фигню ищет. Так и не нашел. Зато я один раз была в этом магазине, потому что у меня руки из одного места. Это магазин не для меня. Но так чисто поехать поглазеть, конечно, стоит того. Ну, а тут вокруг ходили, значит, Джей себе искал. Я все хотела маленькую елочку, может быть, ему еще в комнату прикупить. И выхожу вот на этот отдел. Я так поняла, что это то же самое, о чем-то говорила, что у вас магазин такой. Но магазин большой, а здесь наверное, два или три отдела всего. Две или три секции. Слушайте, глаза разбежались, мне все надо. Еле себя в руках сдержала. В общем, что я хочу сказать. Да, это в другом отделе. Я купила вот Мэри Крисмас и Снежинки. Это я люблю декорировать стол вот на любой праздник. На Новый год я обычно у меня такие были золотые плетеные звезды. Я, значит, они такие еще с блеском. Я их всегда на скатерть так выкладывала между тарелок, между блюд. Сейчас вот я такую декорацию декорейшем купила. Это тортница. Вот она. Вот такая. Сейчас мы ее распакуем. Все сейчас распакуем, я вам покажу. Смотрите. Вообще супер. Кладешь конфеты. Вот я купила белый шоколад. Тоже вот хорошо, чтобы я подсказала. Там вообще голубой какой хочешь, но как-то белый и черный может быть не так много там химии. Смотрите. Кладешь конфетки в ячейки. Большие по три, вот по две и в микроволновку. Даже не надо париться варить глазурь. Ну, можно и приготовить. Вот, посмотрите. Тоже сейчас я вам раскрою, покажу. Кстати, вот хорошая идея те же трюфельки сделать, потому что вот кругленькая есть. Это вообще какие-то сорти конфеты получаются. Может быть, так вот. Для чего я взяла? Господи, уже и тут же и забыла. Я хочу сделать прагу. В общем, меня поперло, девчонки. Буду уходить уже в новом году. Ой, вообще. Уже думаю, пока прет, надо делать прага у меня любимый торт. Я специально купила в русском магазине загущенку. Тоже я считаю, что у меня такой простой рецепт. Единственное, что нужно выпекать коржи. И я хочу украсить вот такими беленькими плямбочками, может быть, какими-то типа конфетками или вот прямо вот такими. Короче, не решила. Или седобные ромашки. Тоже клево. Не знаю. Натуральные написано. Может, и нормальные. Седобные. Так. Потом вот такой нож. Потому что коржи мне нужно будет разрезать. И вообще вот у меня есть такие рецепты, где нужно разрезать. Были два приспособления специально разрезать коржи. но мне, знаете, как подручно. Я в России так вот фигачила ножом. Поэтому и здесь я думаю, вот эти приспособления вдруг у меня не получится. А ножом уже у меня рука набита из глаз. И вот такие салфеточки. Здесь их шесть штук. Два доллара кажется, всего стоят салфеточки вот на тортницу. Сейчас я открою и мы посмотрим. Ну, конфетки вы видите? Такие они с лямбочками. Что-то такие вот фигачки прямо сделаны. Так, вот форма. Смотрите, какая прелесть. Боже мой. Главное, что вообще не надо париться. Представьте, вот это заливать. Я думаю, как заливать? Это шприц покупать. Это вот как бы чтобы не наляпать сюда. этот шприц зачем мне нужен такой кулинар, чтобы шприцом все время работать будет, без дела валяться. А это вообще, посмотрите, еще раз закладываешь, ой, кстати, инструкцию надо сохранить, а то сейчас выброшу. Закладываешь и получаешь конфетки. вообще, слушайте, не сделала ничего подобного, поэтому так вот восхищаюсь. И тортница. У меня, вот я рассказывала в одном видео, у меня была тортница из Германии, но она такая у меня по-красивому, значит, она тоже пластик, но не такое, а поплотнее. И сверху такая стеклянная, как стеклянная, не знаю, блюдо, не блюдо, плоская и, знаете, такие, кружева, кружева расписаны. И тоже вот крутящиеся. Это очень удобно еще, знаете, девочки, кто тортики делает, вот украшает тоже так вот крутишь и украшаешь. А я буду выставлять, потому что сюда салфеточки положу, тортик, чтобы удобно резать было. Так отрезал, повернул, отрезал, повернул сегментик. Я так рада, так девочка. Ну, такой вот здоровенный нож. Боже, а там чего только нет. Там всякие приспособления, чтобы делать двухэтажные, трехэтажные торты. Боже, там вообще это надо отдельное видео, наверное, делать. Девочки, ну, такая красотень. В общем, я довольна покупочками. Дэзи, еще раз спасибо тебе, если я правильно твое имя перепроизношу. Вот все. Всем пока. Девчонки, кто не знает, хотя, наверное, это я одна только не знала, что в этом магазине можно приобрести для кондитерских вот этих дел. Ну, если кто новенький не знает и любит это дело волком. Все, всем пока. так. Вот.